Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН. Мы расскажем вам о самых заметных городских событиях в студии Павел Берсенев и Евгения Солохудинова. А сейчас коротко о главном. На контроле у главы Сергей Бердников с рабочим визитом посетил Парк Победы. Да будет свет! За уличное освещение теперь отвечает МакГорТранс. Королева спорта в экопарке. В 17-й раз в Магнитогорске стартует легкоатлетический кросс «Золотая осень». А сейчас об этих и других событиях более подробно. Обеспечение детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, жильем в 2016-2017 годах, стало главной темой очередного аппаратного совещания, которое состоялось в администрации города. Также на заседании обсудили вопросы туризма и дорожных ремонтов. Заслушала доклады и наша съемочная группа. Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, впервые начали выдавать в 1999 году. С тех пор в законодательстве многое изменилось. Так, раньше эти жилые помещения передавались в собственность, и, как показала практика, 70% квартир были проданы в течение первого года владения. В 2013-м произошли радикальные изменения. Жилье стали выдавать по договорам социального найма, то есть в течение первых пяти лет оно не может быть продано. На квартиры в прошлом году было выделено в общей сложности из федерального и областного бюджетов около 40 миллионов рублей. В 2017-м году эта сумма стала гораздо больше, почти 75 миллионов рублей. Если посмотреть на динамику приобретения квартир, то здесь мы можем сказать, что у нас не просто положительный момент, а полный прорыв. По итогам 2017-го года планируется приобрести на 80% больше жилых помещений, чем в прошлом году. И, подводя итог в целом, мы говорим о том, что в этом году 92 человека будут обеспечены из числа детей-сирот отдельными квартирами. Тут нам с вами останавливаться точно нельзя, потому что порядка 200 человек у нас еще остается облуждающихся. И эту работу в следующем году надо продолжать. Обсудили на аппаратном совещании перспективы туристического бизнеса в Магнитогорске. Для его развития в городе в 2009 году была создана специальная городская общественная организация. И, как показывает опыт, в этом направлении есть куда двигаться. Например, загородные курорты на озере Баннам и Вапзакова ежегодно привлекают все больше гостей. У нас есть много-много задач, которые надо решить. Особенно внутри городской туризм вызывает у нас с вами много вопросов. И есть где нам всем вместе приложить свои усилия с тем, чтобы более эффективно это делать и развивать, самое главное, инфраструктуру в городе. Одной из финальных на аппаратном совещании стала дорожная тема. Так обсудили ремонты трамвайных переездов. Недавно была закончена реконструкция перекрестка Карла Маркса и Труда. У нас с вами в планах такой нехороший, сложный переезд на Гортеатре. Но в силу того, что он достаточно емкий по времени и материалы емкие, мы его с вами планируем на следующий год. Но точно, Александр Михайлович, буквально, как позволит погодные условия заниматься этим ремонтом, мы должны приступить. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания «ТВН». Глава Магнитогорска Сергей Бердников посетил парк у Вечного огня, территорию между монументом тыл фронту и цирком. Напомним, масштабная реконструкция парка началась в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Средства на нее были выделены из бюджетов всех уровней. Часть работ профинансирует Магнитогорский металлургический комбинат. С подробностями Татьяна Зайцева. Этот парк был создан в 1979 году, к полувековому юбилею Магнитогорска. До 2012 года он назывался Парком Победы. А решением Магнитогорского собрания депутатов его переименовали в Парк у Вечного огня. В последние годы парком он был весьма запущенным, и гулять там решались немногие. Нынешним летом ситуация стала кардинально меняться. Уже несколько недель этот зеленый уголок приводит в должный вид. Были вырезаны старые деревья. Появилось свежее асфальтовое полотно, которое будет разделено на зоны для пешеходов, бегунов и велосипедистов. В парке можно будет гулять не только днем, но и в темное время суток, благодаря светодиодным торшерам, невысоким фонарям с питающими проводами, проложенными под землей. Эти торшеры устанавливает объединенная сервисная компания ММК. Их будет 221 штука. На место старых деревьев будут посажены новые хвойные. Газоны будут аккуратны и по-европейски стильны. Парк будет разделен на четыре тематических сектора. Прибрежный с набережными и пляжной зоной, прогулочный, культурно-массовый, спортивно-оздоровительный. Чтобы парк «Увечного огня» действительно стал излюбленным местом отдыха горожан, планируется организовать несколько автомобильных парковок. Напомним, что финансирование глобальной реконструкции ведется из местного, регионального бюджета, а также спонсорскую помощь оказал Магнитогорский металлургический комбинат. Организации ПАО ММК взяли на себя заботу и по проведению поливочного водопровода. В 2018 году будет благоустроена набережная реки Урал вдоль береговой зоны со стороны монумента тыл фронту. Оценив ход работ, Сергей Бердников распорядился внести коррективы по нескольким вопросам. Продолжаем программу. Доля поставок ММК в адрес сервисных металлоцентров России и в общей отгрузке металлопроката на внутренний рынок повысилась. Соответствующие поставки выросли с 32% в 2015 году до почти 40% в 2016 году. Росту способствует в частности использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности. Такая информация прозвучала в Новосибирске на 8-й общероссийской конференции сервисные металлоцентры оборудования технологий рынок. Основными регионами потребления металлопроката ММК торговыми компаниями, осуществляющими его переработку, являются близлежащие Уральские и Западно-Сибирские экономические регионы, а также наиболее металлоемкий центральный район. Магнитогорский металлургический комбинат поставляет свою продукцию большинству региональных металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний России, имеющих в своей структуре сервисные металлоцентры. Наиболее востребованными видами металлопроката для сервисных металлоцентров являются сортовой и горячекатанный плоский прокат. Также существенную долю в переработке в сервисных металлоцентрах занимает оцинкованный прокат. В этом году ПАО ММК ввело в строй еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год, ориентированный на производство строительного сортамента. Тем самым возможности выбора необходимого сортамента оцинкованного металлопроката у потребителей продукции ММК расширились. ПАО Магнитогорский металлургический комбинат является единственной в России компанией, которая с одной производственной площадки может предоставить максимальный сортаментный ряд металлопроката. Это упрощает крупным потребителям выстраивание логистических цепочек, а мелким дает возможность комплектования сборных вагонов необходимыми позициями. Сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. Мы продолжаем цикл зарисовок о людях, которые попали в список лучших работников Магнитогорского металлургического комбината по итогам прошедшего месяца. Герой нашего очередного сюжета – работник электора стали плавильного цеха Станислав Вербицкий. Начав работать 12 лет назад под ручным столеваром, сегодня он исполняет обязанности начальника участка в непечной обработке стали. С лучшим мастером ММК познакомилась наша съемочная группа. Добрый день. Эктор стали плавильный беспокоит, элбийский Станислав беспокоит. Нам бы медь на АПК-2 в размере 400 килограмм. Обеспечить участок необходимым материалом, поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, спланировать работу, делегировать полномочия и нести ответственность за результат. Все это на плечах мастера участка в непечной обработке стали электроплавильного цеха Станислава Вербицкого. Он пришел на комбинат в 2005 году, окончив МГТУ по специальности «Литейное производство цветных и черных металлов». Четыре года был подручным Сталевара, затем Сталеваром, мастером, исполнял обязанности начальника смены, а сейчас исполняет обязанности начальника участка в непечной обработке стали. В цехе работает с момента пуска. Технологию изучил от и до. Есть, конечно, нюансы, тонкости. На каждом участке свои мелочи. Потихоньку учусь, познаю их. Случайные люди в электросталеплавильном цехе не работают. Выносливость здесь нужна особая. Характер крепкий, под стать выпускаемой продукции, нервы с высоким пределом прочности. По словам руководства Станислав Вербицкий, этим требованиям соответствуют и грамотный, и, как модно сейчас говорить, стрессоустойчивый. Себя зарекомендовал с положительной стороны, во-первых, как грамотный специалист, человек, так сказать, своей профессии, соответствующей своей квалификации, ну и как человек только одни положительные эмоции. На данный момент исполняет обязанности начальника участка. 53 ковша с жидкой сталью, столько выплавили работники электросталеплавильного цеха за прошедшие сутки. Масса каждого ковша – 180 тонн. Груз ответственности нелегок. Благодаря таким добросовестным и грамотным работникам, как Станислав Вербицкий, цех не подводит и не рвет другие звенья производственной цепи комбината. Марина Сергеева, Татьяна Зайцева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. В понедельник, 18 сентября, в 6 часов вечера, в Дворце культуры металлургов имени Сергородженикиза состоится премьера фильма «Памятник человеку». Эта документальная лента посвящена народному директору ММК Ивану Харитоновичу Рамазану. Автор фильма, режиссер Магнитогорского центра визуальной культуры «Век» Игорь Гончаров постарался рассказать об Иване Харитоновиче так, чтобы зритель почувствовал масштаб его личности. Не любил громких разговоров. Но и не тихий был. Неважно, у него там куча слуг и так далее. Мы знаем, где живет мы сейчас. Ну так не было охраны сейчас, там ничего не было. Мы проверим его в холодильнике. Да такой же холодильник, как у вас. Работа над фильмом велась год. Своими воспоминаниями о народном директоре поделились три десятка человек. Уложить в полуторачасовой хронометраж исторические факты и любопытные детали из жизни Ивана Рамазана было невероятно сложно. Но, судя по реакции молодежи на закрытых показах, это удалось. Студенты просмотрели фильм на одном дыхании, забыв про свои смартфоны. А это зачастую дороже, чем лесные отзывы критиков. Кем надо быть и как надо жить, чтобы люди возвели в твою честь памятник? На этот вопрос постарался ответить Игорь Гончаров. История магнитки как зеркало истории страны, говорит он. И очень важно рассказывать о людях, которые своими руками вершили эту историю. Именно таким был Иван Харитонович Рамазан. По мере того, как люди рассказывали о нем, делились своими воспоминаниями, просто ты, вот это ощущение масштаба личности, оно начинало как бы настолько увеличиваться, что ты просто понимал, как нам всем, ну, с одной стороны, далеко, вот до таких вот, с большой буквы государственных людей, да, это с одной стороны. А с другой стороны, что все-таки это достижимо. И нам тоже есть на кого равняться, и к чему стремиться. И можно, можно в этой жизни сделать что-то, за что не было бы стыдно. Надо просто очень хотеть и полностью себя отдавать. И тогда, может быть, вам тоже поставят памятник. Премьера фильма «Памятник человеку» состоится в день рождения Ивана Харитоновича Рамазана 18 сентября в Дворце культуры металлургов имени Арджиникидзе. Начало в 18 часов. К другим темам. Засвет в городе теперь в ответе МакГорТранс. На предприятии появилось новое подразделение – участок наружного освещения. Ранее он входил в состав ГорЭлектросети. Таким образом, к электрохозяйству МакГорТранса добавились все фонарные столбы, а в обязанности сотрудников предприятия вошли не только замена ламп устранения аварий на сетях, но и борьба с вандалами, а также очистка электроопор от незаконно размещенных рекламных объявлений. Кто скажет, что я мастер электрика в контактной сети? Вот я вот мастер, но стою вот с кряпой. Мы же вот эту краску-то сдираем, это уже сдираем. По-новому надо красить. Краски не напасешься, сетуют Евгений на расклейщиков объявлений. Последние пристрастились под рекламные места использовать фонарные столбы и электроопоры, так как с июля нынешнего года это хозяйство МакГорТранса, на уборку улиц направляются бригады электромонтеров. Это портит облик города. Опоры выглядят грязными. Мы пробовали различными способами с этим бороться. Делали обзвон тех организаций, которые занимаются обклейкой этих объявлений, тех организаций, которых рекламируют эти объявления. Результат нулевой. Не всегда спасает антивандальная сетка «Рабица», но хотя бы срывать листовки с нее проще. За такой решеткой обещают спрятать все электроопоры в городе. Незаконно размещенные, пестрящие рекламные объявления на столбах раньше были головной болью горэлектросети. Но этим летом предприятие передало участок наружного освещения МакГорТрансу. Перешли люди, перешла техника. Соответственно, теперь МакГорТранс обслуживает все сети наружного освещения в городе. То есть в МакГорТранс перешли более 20 тысяч светильников наружного освещения, опоры освещения, пусковая аппаратура. Сейчас, когда световой день стремительно идет на убыль, требования к качеству уличного освещения города только повышаются. Ежедневно бригады выезжают на замену ламп, ремонт сгоревших предохранителей. Устанавливать лампы с более длительным сроком службы пока не позволяет бюджет. Чтобы переходить на какие-то светодиодные, это надо менять уже полностью светильники. Это уже дорогостоящее дело. Это специальные лампы уличного освещения, которые меняются в светильниках. Служит лампа такая примерно год. Обслуживают МакГорТранс не только центральные городские улицы, но и поселковые. Хотя по ним и не осуществляется движение электротранспорта. Надежда Кенаш, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. На радость горожанам и селянам в Магнитогорске открываются сельскохозяйственные ярмарки. По традиции на них можно выгодно приобрести овощи, которые выросли в близлежащих районах. С продавцами и их первыми покупателями пообщалась Елена Тимофеева. На просторной парковке в 133 микрорайоне отныне не только легковые автомобили. В грузовиках овощи на развес и оптом. Производители из сельских районов нахваливают свой товар и рады любому покупателю. Сельскохозяйственная ярмарка напротив дворца спорта имени Рамазана принимает покупателей первый день. У продавца Альбины из поселка Спаский здесь самый широкий ассортимент продукции, поэтому и очередь самая длинная. Вера Алексеевна сегодня решила продегустировать красный перец местного производства. Сада нет. Картошки, морковки купили, свеклы. Теперь вот овощи, перчик, яблочки, помидорчиков, виноградов. Здесь цены приемлемые. У нас же пенсия одна не позволяет широко шагать, поэтому мы на ярмарки стараемся взять. Помимо этой, на территории Правобережного района сейчас организуются дополнительные точки продажи продукции из села. В пяти микрорайонах будут созданы так называемые ярмарки выходного дня, а мест постоянной торговли будет два. Место выбиралось, мы на сайт администрации города выложили информацию, и горожане голосовали. Участвовало у нас пять площадок, и это была самая активная. Организаторы планируют, что работа сельскохозяйственных ярмарок продолжится до конца октября. Однако, как показывает опыт прошлых лет, продажа овощей местного производства продлится в магнитке до первого снега. Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. В Подмосковном Вороново прошел Кубок России по спортивной ходьбе. На этих соревнованиях магнитогорец Василий Мизинов стал абсолютным чемпионом на дистанции 20 километров. Стоит отметить, что несмотря на молодость, уже три года подряд Василий является лидером в России. Об успехах воспитанника, которому в декабре исполнится 20 лет, нашей телекомпании рассказал его первый тренер Андрей Андреев. Василий Мизинов пришел в секцию легкой атлетики в 7 классе, перепробовав футбол, лыжные гонки. Но я обратил внимание, что при своем росте, там метр 65, невысокого роста, он очень трудоспособный. Очень у него хотел, пахал, не все получалось. В беге он был просто призером области. Ко мне подошла в свое время заслуженный тренер, впоследствии ставшая заслуженным тренером России Елена Валентина Сайко, сама участница Олимпийских игр, и говорит, давай попробуем. Ну, я говорю, давай. Вот, и Василий приехал в школу-интернат, закончил школу в Челябинске. Буквально через 6 месяцев после того, как я его передал в город Челябинск, он стал победителем первенства России среди юношей, выполнил норматив мастера спорта России. И после этого он не проиграл практически ничего. И вот за последние 3 года он выиграл как по юношам, по юниорам, и вот уже в этом году и молодежную Россию выиграл, был участником Кубка Европы, в прошлом году показал лучший результат сезона в мире, но, к сожалению, не поехал на первенство мира, из-за того, что всю сборную России отстранили, политические игры сработали. Он, конечно, очень переживал, но и я, и его тренер, кто его сейчас тренирует, Елена Сайко, и его сказали, Вася, Олимпиада в Токио впереди, нужно бороться, нужно доказывать, что он и продолжает делать. Вот уже вчера мы услышали, что 95 российских атлетов вернули в спорт, не были доказаны применениями запрещенных препаратов, и все к этому идет. То есть Российская Федерация просто, она как кость в горле, наверное, у ведущих мировых держав, и все-таки без Российской Федерации, я думаю, легкая атлетика и вообще и другие виды спорта, ну, просто будет на Олимпийских играх, наверное, неинтересно. Профессиональных спортсменов и просто любителей бега в субботу 16 сентября ждут в экологическом парке. В 17-й раз в Магнитогорске стартует легкоатлетический кросс «Золотая осень». Так в нашем городе принято отмечать Всероссийский день бега кросс-наций. Организаторы собрали пресс-конференцию. Всероссийский день бега отмечают в Магнитогорске с 2004 года. Это традиция младше нашей «Золотой осени» на три года. Кросс-наций пройдет в 84 субъектах Российской Федерации, в их числе и наша область, а точнее Челябинск, Златоуст и Магнитогорск, а также населенные пункты Троицкого, Верхнеуральского и Агаповского районов. В Челябинской области запланировано 18 тысяч человек выйдет на старт, но практика на протяжении уже многих лет показывает, что эта цифра будет перекрыта, и порядка, наверное, 30 тысяч в общей сложности выйдет на старт южноуральцев. У нас запланировано 12 забегов. В дополнение к этому 13-м забегам у нас будет идет выполнение норм ГТО. Спортсмены, школьники, студенческая и рабочая молодежь, люди среднего возраста, ветераны и люди с ограниченными возможностями, любой желающий без противопоказаний по здоровью может выйти на дистанцию. Их несколько – от 500 до 3000 метров. В Магнитогорске этот праздник здоровья любят. Уже сейчас заявок на участие поступило более тысячи, а будет их, предполагают организаторы, раз в пять больше. Традиционно на старт выйдут участники ВИП-забега. По результатам будут награждены победители в номинациях, таких как самый юный участник, самый возрастной участник, самая массовая команда предприятия. Школьников ждет розыгрыш призов и сладкое угощение. Будут и сюрпризы, только бы не от погоды. Надеюсь, погода нас не подведет. По прогнозам все хорошо стоит, поэтому приглашаем всех горожан принять участие с нами вместе прийти и отдохнуть. Встречать золотую осень на беговой дорожке экологического парка, пожалуй, самая здоровая традиция. Всех желающих в этом убедиться ждут на празднике бега 16 сентября в 11 часов. Андрей Рыжков, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. И в завершение выпуска информация для автомобилистов. В связи с проведением работ по ремонту автодороги с 16 по 27 сентября движение автотранспорта будет прекращено по улице Комсомольской на участке от Суворова до проспекта Карла Маркса. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее, согласно выставленным дорожным знаком. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Материалы этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisyn.ru. О самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет наш коллега Игорь Гурианов. Программа «Время местное события недели» выйдет в эфир в субботу в 16.15 и в воскресенье в 17.30. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 16 сентября. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok